Приветствую, уважаемые зрители, с вами снова Герон, который сегодня скин крипера, неонового крипера, специально, чтобы меня не узнали эти фанаты, мои фанаты, точнее, на то, что, знаете, когда приходишь куда-нибудь, о, Герон, я твой подписчик, аааа, действует на нервы, слава, она такая, ладно, пошутили и хватит, меня никто не знает и знать не хочет, на самом деле, так вот, сегодня у нас летспейн выживания в Майнкрафте с модами, причем на публичном сервере, прикол в том, что в публичном сервере, ребят, намного, намного сложнее выживать и выкручиваться и развиваться, чем в обычном синдре, судите сами, во-первых, здесь, на самом деле, проблемы с ресурсами, в данном случае я нашел специально молодой сервак, который был, здесь произошел вайп, буквально, там, две недели назад, поэтому здесь пока что много ресурсов, ребят, пройдет месяц-два, здесь не будет ни единого деревца, ни единого кустика, ни единой травинки на много километров вокруг, все выкупают, все вырубят и все, как говорится, добудут, это, что, конечно же, усложнит жизнь тем, кто придет по отображению. Кстати, чтобы полюбоваться на размеры региона, которого я запоеватил, делаем следующим образом, набираем команду, на этом сервере используется стандартный плагин WorldGuard, который отвечает за создание приватов, он устанавливается на сервер, поэтому, вот, выделяем регион, полюбуйтесь на размеры региона, но мне так всегда кажется, что, ой, только начнешь строительство, думаешь, куда мне такой огроменный дом, начинаешь осваиваться в этом доме, там поставил машины, там пару машинок поставил, тут пару печек, там прикрутил таункрафтовский алтарь, ну и так далее, ну вы знаете, как это обычно бывает, еще там пару сундуков, бац, местах нифига нету, и даже не знаешь, куда поставить 21 сундук, ха-ха. Ну, примерно, я думаю, что здесь произойдет примерно то же самое, тем более, что играть я сегодня буду не один, а вместе с нашими подписчиками. А для того, чтобы отключить эту анимацию, вот сейчас выделен регион, который мне принадлежит, для того, чтобы избавиться от этого выделения, есть очень хитрый фокус, который я все-таки нашел для себя, выделяем просто другой регион, какой-нибудь другой, рандомный, например, вот так, и все. Если есть вопросы, можете спрашивать, название сервера, можете не спрашивать, ребят, это обычный сервер, где-то там в рекламе нашел, посмотрел, как говорится, в спам, забанил человеком за спам, и пошел играть на его сервер. Логика, ребята, логика. Ладно, я шучу, на самом деле я никого не банил. Так, продолжаем тему, значит, мне сейчас еще не хватает каменного кирпича, чуть-чуть. Где у нас тут каменный кирпич? Гладкий камень есть, отлично. Делаем из него кладкий кирпич. А из кирпича уже, в свою очередь, делаем такие стены. Высотой, сколько у нас тут, четыре блока, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. К сожалению, вообще, когда играешь на серверах, очень полезно строить такие маленькие, невысокие здания. Ну, просто потому что ресурсов мало, вечный дефицит, и приходится экономить на всем. В том числе, на удобстве. В том числе, на высоте своих домов. Более чем с возвращением, это точно. Так, давайте в гости схожу и посмотрим, чего у тебя там интересного есть. У меня? Да, что у тебя можно стырить? Да у меня много что там стырить, и у меня даже своя секретная база есть. У-у-у, да, секрет румс, что ли, поставили? Ну, вот это, да, это обычный дом. Мы здесь с Роман Бой работаем. Вот, всё, настроил. Так, и у-у-у, у нас есть хоть карпентеры, хоть что-то. Ну, правда, это, конечно же, не очевидно, но, тем не менее. Господа, это же Майнкрафт 1.5.2, так что приходится мириться с этим ужасным безобразием. Отсутствие нормальных модов. Биллкрафт, у-у, уран, а нефть у вас тут... Отлично, и я тут всё сам подписывал. А нефть тут хоть есть, демократия, а то же Герман без демократии, это, знаешь, очень скучно невременно. Но нефть, видимо, тут всё выстрелит. Моя толстая морда туда не пролазит, с ваше узкое окошко. О-у-у, какие у нас маленькие и скромные фермочки. Ну, это только первое. Ни один Гриффер в жизни не догадается. О-у-у, что это? Заготовка подат, которая не работает, нифига. Я её правильно собрал, вот, пыталась зажечь, и у меня она не хочет. Раз, два, три, раз, два. Так тебе нужно сейчас поставить флаг, этот как его... Сейчас я тебе скажу, какой флаг надо поставить. Ну, я являюсь этим. Почему? Ну, это же твой этот, как его называют? Я здесь зарегистрировал, но так, этот, ну, регион с Даромамбо. Отлично. Узер дисконнектен от твоего канала. О-у-у, нет. Красота. Какая самая атмосферная шахта из всех, которые когда-либо видел? Нет, 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 ты не туда завернул, Герон. Понимайся. Ты не туда завернул. Да ладно, чё, я хочу тут лаву найти, может быть. Не, ну, я не здесь, конечно, копал. Ну, и здесь, сюда, и вот там идём. Да, Артём, я уже иду за тобой, Сусанин, ты наш. О-у-у, да. Тут очень долгий путь. Ну-ка, мы находимся сейчас на 12 уровне, всё правильно. И тут у меня такая разлетёнка. Там у меня... Единственное, что, конечно, неправильно сделал, это надо было вот так вот рыть. Три блока, да? Даже пять, насколько затянешься. Что можно мыть? Потому что там... У меня три блока, вот, у меня слева. О-у-у, у меня нет еды, и я умирает голода. Держи, 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 держи. А-а-а, спаситель мой. И ничего не падает. Ауч. Забавно, даже еды в руках не видно. Забавный бак. Очень забавный. Забавный бак. И... Очень долгое копание. Слушай, а у меня есть немножко железа, может отсюда утащим немножко лавы. Геотермальные. Если найдём... Ну, я же слышу. Слышу её... Экранность. А где? Вот она, вот она, вот она. Сейчас маркер поставим. А, да, точно. Серьезом. Одна печаль. Здесь портироваться, естественно, по маркерам нельзя будет. Это... Потому что мини-карта рейс. Это не только реймини-мэп, да и никто нам не разрешит на этом сервере и такое делать, к сожалению. Ну, тем более. Сжаль, печаль, огорчение. Не, даже пробовать не буду. Почему она играет? Ты видел? Деревянная лодка в лаве не горит. Только не пытайся сесть в неё, сгоришь. А её надо просто воздвинуть, и она сама сбросится и сгниет. А чё ещё хотел? А, и сегодня хотел себе сделать маленький, вот симпатичный генератор. Вот чё-то типа такого. Сейчас посмотрим. Типа вот такого генератора. Нет, типа... Вот такого. Нет, типа вот такого. Нет, не вот такого. Вот, вот типа такого. Вот он генератор. Да. Кстати, их здесь два. Вот он, второй, там, снизу. Генератор. Ну-ка, сталь. Так, а я... Блин, а мне переплавит, мне ничего не надо. Батарейка. Аккумулятор, как мы с там так... А сейчас гоняем. Он не показывает, там надо четыре олова, два редстоуна и один провод. Ну, олова-то, мне кажется, где-то есть в закромах Родины. Хм... Почему? А, вот... А я хочу джет... Дороги джетпак. О, снизу у меня... Ой. Кто этот джетпак выбросил? Сейчас. У меня какой-то был замысел, но какой я уже забыл. Поместить сюда джетпак. Так, все. Здесь мой заряжается уже снизу. Ага. Ну, кстати, систему я сделал, вот... Когда Рамбамби и человечка не было, вот это все сделано лично мной. Организовано. Цуциком это неправильное название, нужно называть абрикосом, апельсином... Это не мои собачки, это не мои собачки, это кто-то их поприручал. Апельсином, бананом, виноградом и прочими фруктами. И он, и... У нас тут еще один секретик. Ничего вы не понимаете в русских традициях. Эээ, чего? Ха-ха-ха-ха-ха. Даркван эмоц. Даркван. Ух, ес. Майлорд. Раз, два, три. И туда где-то что-то там интересное есть. Нет, зачем? Нет, здесь спускаться еще. У-у-у. Я тут. Керон обожает секретики. Только никому не куриете. Здесь у меня личная база по Форестере будет. Маленькая личная база по Форестере. Только у меня надо опять же угля добывать. Или пережаривать, чтобы это все нормально работало. Этим нужно поставить. Хорошо сплю. А там, кстати, на тебе еще вот ела накрывается. Кажется, спишь. Да. О-о-о-о-о. Ну не совсем хорошо открывается, закрывается. Подожди, дайте я посмотрю. Я не могу на себя со стороны посмотреть. Беда печальна. Давай еще раз. А, то есть все нормально, а только броня остается сверху. Такая маленькая недоработка. Да. Клево, прикольно. Ну, кстати, я здесь решу тоже себе мини-ферму кактусов делать. О, тут еще кактусы есть. Хочу кактуса. Их тут две фермы. Вот моя личная, вот здесь. Ммм. И там еще большая. Ну, я даже не заметил. Кактус. Ты еще и вторую ферму не заметил. В этом какого-то пшеницы и всем вот таком. Нет, это я заметил как раз. Это было прикольно. Так, а где кактуса? Ну, ладно. Так. И здесь тоже какой-то потайной люк. Ну-ка. Хм. Ты знаешь, не очень секретно, потому что вот эти пологие... Да, вот эти полублоки, они выдаются с головой. То, что происходит, а самое главное табличка. Приходишь такой, могилка. Даркван. Умер вместе с модами. А ты умер с Трэд Пауэром. Да, с Трэд Пауэром нас, конечно, обломали, потому что Трэд Пауэра здесь нет в помине. Я такой, как это нет? Зато есть некий непонятный IPC Legacy. Что? Что это? О-о-о-о! Так это отсюда как раз вся эта светящаяся пыль и прочая блабуда. Тут еще куча рут. Вольфрам есть, шелдонит, оливин, саладит. Это что, типа Грэд Кеха? Только недоделанного. Ха-ха. А, да, точно. Здесь есть маленькие нажимные пластинки. Надо туда все в доме сделать какую-нибудь нажимную дверь. Замаскировать ее и все. А можно тупо переехать, типа общий дом будем, и будем тебе помогать. Ты что, издеваешься? Это не дом, это одно название. Это домик. Я все понимаю, но почему так маленькая? Где размах, где пафос? Нет, Герой, вообще-таки это не я строил, а сейчас начало роман, потом я зашел на сервер, человечек. И он примерно был, и он примерно был вот, где сейчас стоит рычаг, вот так, до низа. Он таким маленьким был. Вот мы его хоть как-то расширили. Мне пока что этого достаточно. Но у тебя тут, конечно, глобальная стройка. Которую, конечно же, никто никогда не закончит. Это так. Крицы. Ну почему? Если взять рабочую силу... А это гроб? Это тайный проход? Что это такое? А это уже не знаю, это не... Мы строили. А откуда это что такое делось? Ладно. На, наверное, Владислав, он что-то тут делал. Пускай стоит. А то нас еще обвинят в гриферстве. А то еще обвинят в гриферстве, будет не смешно. Так, мне надо взять мой жетпак. А то я без жетпака никто. Ой-ой-ой. Почему-то у меня сюда железные слицы пошли. А, все, понял, кто. Кто виноват, это? Ну, видишь, как хорошо. Генератор жрет в дерево. О, второй генератор я уже... А, какие громкие звуки. Мои ушки. Вот именно. Кто латекс поставил? Он всю энергию жирает. Да какой латекс? Это торобилка, это железо, 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 железо. Нет, вот здесь экстрактор под двигателем. Электропечь и это у нас пошла сталь. Да? Нет. Вообще... Система хочет сюда поместить пыль, но там сейчас находится железо. И вот оно выбрасывается. Почему? Почему? А, понятно, почему. Но она еще не совершенна. Подождите, они что взаимодействуют? А, нет, они не взаимодействуют с друг другом, это понятно. Все забирается отсюда. Потом идет туда и заходит сюда. Это самая моя простая система, которую я делал. Обычно у меня, когда я в одиннешнем мире, когда мне, наверное, лет 9 было, я там делал систему по получению материи. Ага. У меня с вами, там, из кабла у меня делался, ну, полублоки кабла, они перерабатывались, получался, этот, мусор, я не помню, как он это строил, крафтинг называется, и потом перейдется в материю. Там на золотых трубах свето было сделано, я помню. Приемника. Ой, боже, Роман такой перепугался. Нет, только не мой приемник. Не сжигайте, пожалуйста, не, 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 не. Мне его бабушка подарила. Да, 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 бабушки наследство, ты что, это семейные риквия. Нердеть. В его вещи, в его зеленых глазах, в мировой скорбь и страдание. О, дымоход. Тут написано, д-ди-муход. Дымоход? Да, вот через мягкий знак, смотри, прибудьте на эту прелесть. А-а-а-а. Быстро ты успел закрывать. Он на крыше поставит, но он не будет смотреться. А кто мне часы вертушку подарил, кстати? Не знаю, я не крафтил. А кто это написал, мне резину нужны? Добавьте в линии ион, пожалуйста. А, это ты. Тебе резина нужна, так. Хм. Вот, держи резину. Так, я так понимаю, что это роман, мне подоил чайсики, сейчас я их поведу поставлю куда-нибудь. Ну, гадай мне тоже чуть-чуть, и я хочу уже. Ладно, я себе утащу часы, пока вот мы рассуждали этих шесть. Хм. Эх, боже. И как мы рассуждали, мы... Иерон, тебе чем-нибудь помочь надо там? Эм, нет, вроде бы, кроме одного. Надо бы, конечно, генератор будет завестись. Но я могу помочь. У нас железо как раз-таки в достатке его. Да, сейчас мы к тебе в хосте сходим за джетпаком. Так. Сейчас даже гляну, сколько у нас железо. Так, видимо, все железо у меня здесь. Да, у нас есть 200 каш. Есть немножко стали. Немножко олова, немножко батарейка, немножко... Так, батарейку я могу тебе закрафтить и помочь. Так что? Ну, это будет классно. Так, мне для этого потребуется олова и редстоун. И опять надо сложить, блин, все, что не нужно мне сейчас. Земля сюда. Поехали. Сейчас изобразим себе генератор. Темпсурик. А, мне тоже аккумулятор, оказывается, нужен? Да. И буду жечь древесину, как гордый... Дровосек. Точно, точно. Гордый дровосек. А, он же не сочетается. Сейчас. А, только, ну, в принципе, нормально, вроде бы, как бы, может быть. Да, и теперь я сразу его потратил. Какая алмаза. Ммм, потрачено, да? Так, где у нас тут топор? Не, я в GTA не играл. Чего? Я в GTA не играл. Я вообще не люблю GTA. Число. Ммм, GTA все любят, не прикидывайся. Не прикидывайся. У меня все друзья считают, ну, поехавшим и за то, что я не люблю GTA. Ладно, тогда я тоже сегодня признаюсь, я не люблю Warcraft. Который Warcraft. Я тоже не очень-то я люблю. Все. Зато я, честное слово, тащусь от вселенной игр Dead Space. Окей. Вот он рядом с тобой. Нет, вот я говорю, наверное, это его дом как раз. Как он называется? А я видел, он у него строил. Вот он, Владислав. Мини-будка, мини-вэн. А, слушайте, еще наверняка запоевачная мини-будка. Все нормально, все хорошо. А, нет, это халявная будка. Хи-хи. Я же говорю, тут только мы и все. Поживаем. Ай. У меня сенсация. Я знаю, как попасть в ад. Смотрите внимательно за руками. Видите менюшку, да, сервера? У меня в руках. Нет. Не, ну, неужели нету часов? Во, на тебе. А, во. А я попытался, кстати. Не работает нифига. Че, не портуешь суват? Давай попробуем. У-у-у. Сейчас я алмазок оставлю дома только. И сейчас попробую протануть суват. Зачем ты резиновые сапоги украл до урона? Чтобы не получать урон при падении. А. Хорошая штука. Надо будет тоже сделать. Очень сильно не играл. Причем, заметь, это реликт, классический industrial craft, не извращенный всякими грегами, которые добрались своими ошеловливыми ручками в Minecraft 1.7 и выше. Я знаю, что Greg Tech станет модом. Не аддоном, а модом. Да, знаю, как говорится, но мне как-то пофиг. Так. Сегодня я хочу попасть в ад. Портуйте мне, пожалуйста. Для любым образом. Ну, на спаун хотя бы. Нет. Он никуда не портует, и я уже все там перепробовал. И пустыню, и джунгли. Ничего нет. Так, подожди, а почему меню сервера не работает? Не знаю. Может, пять секунд надо подождать? Ну, если бы надо было пять секунд ждать, он бы высветил об этом. Так. Раненько. У меня хорошая новость. Похоже, похоже. Мы что-то не понимаем в этой жизни. Похоже, это телепорт тоже для донаторов. Ну, что это за извращение? Фуууу. Ненавижу донат. Нет, ничего плохого в донате, но не в таком же виде. Когда... Не, ну это... Зачем мне донатить, чтобы пользоваться Биллкрафтовским карьером, если я пойду в сингл и буду пользоваться Биллкрафтовским карьером абсолютно бесплатно? Где логика? А еще можно создать свой сервер для, там, своих друзей тоже. И тоже они могут халявно использовать, там, карьер или помпу. А, тут есть один маленький нюанс, о котором мы все забываем в такой ситуации. Это называется технические заморочки на создании сервера. Здесь мы техническими вещами не занимаемся. Хотя, конечно, эти команды разучивают. Я, конечно, пытался уже создать сервер, но, кажется, у меня, блин, три рука. Как говорится, ничего не поделаешь, ребята, для получасти иногда достаточно одной единственной лодки. Или просто предоставить себе и другую серию. Сейчас мы его выкатим на плантацию работать. Давай, это машинка такая. Машинка, блядь. Да вк... Кириди. О, как Кириди делается вот. Здравляю, господа, я нахожусь в Незере. Что, у тебя получилось тпжнуться туда? Да, команда варп Незер. Ват. Варп Незер? Но у меня тут все равно я наткнулся на приват, и тут ничего нельзя делать. Сплошные приваты. Что за... Так, я попробую. Неужели тут можно приватить ад? Куда администрация смотрит? Вы не имеете доступа к данной территории. Ват, у меня место на диске кончилось. Регион — это Незер. Так. Купи себе новый жесткий диск. И наслаждайся жизнью. Я вот сейчас боюсь... У-у-у. Я хочу себе диск купить и запитать нормально. Ой, боже мой. Слушай, а мне тут реально страшно, потому что тут куча лавы высосали без нас. Это печально. Ну, вроде джетпак есть. Вот, песок душ можно добыть. Так ничего нельзя делать. Ты обрати внимание. Не знаю, я ломаю спокойно блоки. А ты где находишься? Ну, в аду на координатах 162, 32, 200. А, это у черта на куличках. Хотя я в другое место портануло. А-а-а. Везунчик. О, а ты случайно верстак не ставил, нет? Нет. Нет. Я вообще с тобой ничего не брал. А-а, понятно. То есть здесь вообще все рандомно тебя портует, и я где-то в рандомном месте оказался. Обалдеть, дук. А-а, все, понял. Если регион Незер отмечается, значит это общественную территорию можно копать. У-у-у, кварца нам не нужен, а еще здесь нету Незер Орс, например. Это было бы классно. А почему? Куда смотрит эта рация? Тут толпы огромные строят высоту. Там плава. Ты не понимаешь, это тайные специальные спецсимволы для внеземных цивилизаций. НЛО прилетит. Да, прилетать и всех убивать. Все правильно, все логично. О-ка-ка. Так, и я сейчас упруся в песках. О, я тебя нашел. О, чудо. В этой пустыне я встретил человека. А-а-а, у-у-у. Ну, а на этом все, дорогие друзья. Благодарю за просмотр. Ну, а для вас играли и комментировали, конечно же, замечательный Герон, Роман, Артем и, конечно же, Владислав. На этом все. Всем удачи, всем пока. Ну, а если вам понравилось, вы можете там поставить лайк, подписываться, позвать друзей. Все как обычно. Всем удачи, всем пока. Пишите в комментариях все по делу, что все хотите. Ну, в рамках приличий. Все как обычно. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.